всем привет давайте быстренько поговорим о этапах создания 3d модели от первого до конечного для начала давайте первый этап это создание можно в paint stop создание проекта так сказать набросок или рисунок по которому мы будем делать модель можно скачать картинку делать по картинке персонажа вот здесь есть у нас кисти можем вот так набросать как он приблизительно будет выглядеть и вот по этой модели уже можно делать проект по рисунку второй этап из нашей вот этих 3d mesh и сфер цилиндров с помощью кистей альф мы можем моделировать делать модель с помощью текстуры загрузим давайте попробуем текстуру вот у нас загрузилась модель возможно мы захотим ее сделать с помощью вот этого колеса мы выставляем где должно быть должна быть наша модель и вот смотря на нее можем лепить можем использовать ракурсы тоже в этой программе включать для заготовки можем использовать браш и вот с помощью вот этих кистей за моделира придаем моделируем делаем модель следом что вот когда у нас вот это все проработано лепите вот этого не буду гаврика давайте легкую модель какую-то откроем чтобы быстро это все объяснить вот допустим у нас все готовая модель мы на нее нанесли текстуры все подготовили все что нам надо пролепили детально давайте теперь заходим в геометрию находим зеремеш выставляем так предварительно делаем дубликат модели одну модель отключаем она будет высокая полигональная эту будем делать низко полигональная и теперь заходим в геометрии и жмем зеремеш немножко подождем еще раз повторюсь что профессионально я не занимаюсь заброшен 3d моделированием и другими программами он для меня является как симулятор практики в лепке в скульптуре визуализация для вот слово какое импортное словом чтобы я мог видеть модель планировать как она будет себя вести в гипсе в бетоне представлять ну и так далее скульптурные дела ну вот у нас сейчас создаст на нашей модели сетку правильную где-то может быть неправильно можно также в топоган делать топологию потом можно здесь же делать вручную полностью всю модель самому делать сетку делать ремеш ну это на любителя кто как хочет кому как удобней насколько профессионально вы решили заниматься этой программой на канале я просто решил собрать очень много материала в интернете есть на английском еще на русском очень мало вот поэтому решил сделать этот канал чтобы более-менее сгруппировать все видео чтобы проще было что-то находить и понимать что это такое вот у нас получилась такая низко полигональная модель давайте приближу вот так она выглядит вот такая у нее сеточка вот так она выглядит что мы теперь делаем теперь мы вот работаем продолжаем с этой моделью давайте зайдем в геометри и добавим дивайдов вот вы видите как она сетка уплотняется давайте до 4 повысим и теперь что мы делаем вот на эту модель на эту модель нам нужно спроецировать все детали высокополигональной модели и для этого нам понадобится project так включим вторую модель и вот у нас появился projectile выставлять ничего не будем пусть будет пока так жмем projectile и сейчас две модели низкополигональные заберет на себя все текстуры четкость той модели вот эти то что вы на ней сделали как вы ее пролепили все вот она прогналась теперь отключив высокополигональную модель отключим сетку и давайте посмотрим смысл the remesher откроем геометри и понизим уберем на низший уровень наши дивайды и на низших уровнях мы можем скульптить скульптить что-то где-то дорабатывать где-то что-то подгонять вот так это все выглядит не добавляя полигонаж вот теперь мы подняли может я что-то не так объясняю кто профессионально занимается давно пусть меня поправит в комментариях и вот у нас получился саптул вот с такой сеткой и несколько уровней у него низшие и высшие эту модель можно удалить следом так следом идет этап это текстурирование как его делать заходим в плагин здесь нам поможем а сначала давайте раскрасим ее нанесем на нее какие-то цвета повысим нашу детализацию и и теперь давайте немножко раскрасим ее вот таким образом можно использовать ту картинку которую вы загрузите вот эту даже как она используется я уже показывал вот можно ее сделать сделать и вот так вот сейчас кисточкой нанести и вот что получается вот так раскрашивается наша модель модель использовать цвета это жмем мы на цвет на этот и жмем c вот вы видите он поменялся и мы можем вот так вот им работать вот разными цветами вот так что-то у нас получается все давайте оставим модель в таком состоянии раскрашивать сильно не хочется ее долго чтобы было понятно пойдет вот такая у нас раскраска получилась и теперь заходим в плагин жмем UV Master и жмем Work on Clone сейчас мы поменяли вот поменяли заливку и вы видите что модель перешла на низший уровень полигонажа правильно говорю неправильно вот так где-то и теперь жмем View and Wrap сейчас он быстренько его прогонит на низших уровнях он всего лишь 4768 полигонов имеет поэтому много времени не займет в отличие если не будет сделано вот это вот рендер то текстура и прогон этот будет во-первых долгий а во-вторых программы наверное ее не примут другие допустим если вы захотите делать анимацию и так далее вот он сделал нам раскладку допустим нам эта раскладка не подходит жмем View and Flatten жмем Enable Control Painter и вот он нам включает три функции Protect Зачем им нужен мы когда раскрашиваем вот так вот показываем где будет разворот нашей текстуры раскладки вот мы хотим сделать допустим чтобы вот так было разворачивался здесь был перед у нее вот вот так он проходил а здесь включим сделаем заднюю часть вот так вот работа интересная прикольная все синенько красненько так вот такая модель у нас получилась и давайте так еще полосу проведем ну просто так посмотрим какая раскладка будет вот так и теперь жмем The Plain и Unrep опять сейчас он быстренько опять ее прогонит так как она у нас почти невесомая и теперь жмем опять The Plain и жмем Flatten смотрим вот такая у нас стала раскладка давайте включим Check сэм посмотрим где проходят полосы вот здесь она у нас будет раскрываться если нас устраивает вот эта раскладка мы можем еще что сделать вот Dnesit есть клавиша и можем показать вот ее наметить и показать программе что вот эту часть мы хотим более раскрытую более вытянутую получить и вот опять мы заходим On Prep вот опять он у нас прогоняет и давайте посмотрим Flatten опять вот глаз не видно вот он рот вот эта часть у нас стала более вытянутая и теперь можно еще раз повторить ну допустим нам подойдет вот эта вот раскладка подходит ее можно еще раз переделать попробовать поменять здесь вот цвета так здесь есть еще полигруппы можно раскладку делать по полигруппам вот так вот допустим у нас несколько групп лицевая задняя боковая уши допустим вот это все будет раскидано на полигруппы раскладка все теперь если она нам подходит мы можем прикрепить нажать Past и посмотреть на ViewMap здесь вот так она раскрывается раскладка мы ее удаляем заходим опять в плагин и теперь надо прикрепить нам вот эту вот раскладку к модели жмем Copy US Past и жмем на нашу модель все вот мы ее прикрепили в саптулах появился вот он саптул раскрашенный теперь теперь мы можем эту модель сохранить как проект не знаю и вот экспортировать как вот давайте посмотрим сохраним как общ и сохраним как проект и сохраним следом по этапам нам нужно сделать поработать со светом и сделать рендер допустим вот мы зайдем в лихт бакграунд поставим и загрузим давайте текстуру опять же все по видео которые были так откроем лихт текстуры и давайте загрузим нашу текстуру вот допустим такую вот уже можно делать скриншот и так далее можно делать рендер вот он клавиша рендер здесь есть настройки опять же не буду вдаваться в подробность делайте смотрите видео опять же здесь можно поработать со светом вот так допустим изменить свет будет боковой и добавить еще один свет вот здесь вот можно настройками поиграться уровнями заднего фона можно самому покрутить вот так и вот нажимаем сейчас еще расскажу так буду брошь это это вот есть в документах заплинг properties вот есть тут разные ракурсы вот если мы их установим аппарат их все считает нажмем make характер счет вот он их просчитал это потом я вам покажу что получится и теперь можно еще считать вот если вы установили модель то при рендере лучше не двигать как говорят чтоб не сбился угол и вот жмем BPR это поработали со светом со всеми вот этими корректировками вот этой скингард вот она сейчас читала и где найти это дело заходим в рендер заходим вот сюда BPR рендер пасс и вот они у нас получаются вот эти вот текстуры снятые в формате psd мы их сохраняем просто на них жмем высвечивается такое окно сохраняем и потом работаем с этой моделью уже фотошоп или кейшот опять же экспорт может быть опять же вот здесь можно экспортировать через рендер кейшот и здесь же можно и опять же через preference вот эта клавиша гос можем экспортировать в мае в моду фотошоп скульптрис и так далее эту модель и с ней там уже работать тут кейшот а тут все остальные там мы делаем рендер и потом уже 3d модель делаем анимацию в the brush или в мае или в 3d max это уже выбирать вам ну в принципе как вот я понял это вот основные этапы создания модели если кому поможет если вдруг где-то я ошибся напишите обсудим вот еще забыл вам показать вот это то что мы сняли виды боковой вот сзади вот с этим тоже можно работать вот так он выглядит все всем